Херсон под постоянным обстрелом российских войск. Около 10 часов утра оккупанты атаковали транспортное предприятие. Четыре человека получили ранения. Один из них в тяжелом состоянии. Мужчине оторвало ногу. Это должен был быть его первый рабочий день на этом предприятии. Мужчина только приехал на стажировку, успел выйти из своего авто и попал под российский обстрел. Двое из четырех раненых это сотрудники полиции. Удар был такой силы, что пробита броня полицейского авто. Здесь повреждено более 20 автомобилей. За моей спиной воронка от российского снаряда и то, что осталось от машины скорой помощи. На дороге кому-то давали помощь. Человек, который приезжал к нам на собеседование. А что происходило? И сотрудников, которые на предприятии, все целы, все здоровы. Успели все укрыться в ямах, в дальних комнатах помещения. Поэтому у нас только материальный ущерб. Слава Богу, не человеческий. Обстрелы в Херсоне продолжались практически всю ночь. Окупанты накрыли огнем жилые кварталы города. Сейчас местные жители ликвидируют последствия российского удара. Первый, когда прилетел у меня на третьем этаже. Вот, вы видите, повредило. Окна в этих комнатах. А когда прилетело вот это, то уже разнесло все остальное. Вот так я тихонько спала. Вот здесь я тихонько спала. Никого не трогала на этой кровати. Взрыв. И я убегала отсюда. На постели лежали еще крупные осколки. Кажут, мы не стреляем по мирному населению. Говорят, не стреляем по мирному населению. Так вот, посмотрите, куда вы стреляете. Это военный объект у меня? Или в кого вы, извините, стреляете? Слов нет. И нет ни конца, ни края. Каждый день обстреливают все больше, больше и больше. Убирать нужно. Жизнь продолжается. Будем убирать, будем жить. Все будет хорошо. Все будет Украина. В целом, за 2 октября в Херсоне ранения получили 8 человек. Среди них двое детей. Девочки 12 и 13 лет. Вместе с мамой они на момент российского удара находились в собственном доме. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Ближе к вечеру стало известно, что один из полицейских, пострадавший этим утром от полученных ранений, скончался в больнице. Обстрелы центральной части города продолжались всю ночь до утра. Пострадали жилые дома, предприятия, церковь, отель и магазины. В течение дня российская армия продолжает вести огонь по прифронтовому Херсону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова